шалом дорогие друзья сам яков шатагин и сегодня мы поговорим про самый большой подарок с небес а именно возможность молиться творец мироздания говорит этот мир он незавершенный он несовершенный и люди вы должны все исправить все улучшить таким образом с помощью молитвы молитва меняет реальность молитва может помочь больному выздороветь молитва может все-все-все поменять и от нас требуются молитвы чтобы улучшить наш мир и сделать его прекрасным есть уникальная ситуация в торе который демонстрирует силу молитвы вы помните когда братья приговорили иосифа к смертной казни тогда кругу раздается голос небес и говорит ему всевышний рулен ты старший сын ты должен спасти своего брата юсифа от остальных братьев и когда братья говорили давайте убьем юсифа он неправ по закону нужно его убить смертная казнь рулен вдруг говорит спасатели рулен пришел его спасать и он говорит не надо его убивать давайте вон яма в которой находятся змеи в которой находятся скорпионы давайте в эту яму бросим Йосифа. Вот с таким посланием пришел Рубен, когда Бог ему говорит, спасай. Пришел Рубен, супермен, спасатель, спасать брата. Он говорит, братья, не убивайте его. Давайте его бросим в яму, там, где дикие животные, на верную смерть. Как такое понять, дорогие друзья? Рубен, что ты делаешь? Тебе было верено с небес. Спасай. Что ж ты бросаешь своего брата на верную смерть? Может быть, братья остальные если там вот Йосиф с ними будет как-то вот попытаться их убедить, его не убивать, они помилуют его? Но дикие животные, они точно не помилуют Йосифа, они его просто убьют. Что ж ты делаешь? А Рубен все понимал, он знал секрет молитвы. Он понимал, что когда Йосиф, он был большим праведником невероятного уровня, если Йосиф помолится Богу, Бог спаси меня, Бог его обязательно спасет. Поэтому, если мы сейчас Йосифа бросим в яму к этим вот опасным-опасным животным, ему ничего не угрожает, потому что Йосифа молитва, она принимается на сто процентов, она просто абсолютно сильная, и Йосифу ничего не угрожает. Поэтому, когда Рубен пришел спасать Йосифа, он говорит, бросьте его туда в яму. А почему это лучше, чем остаться с братьями? Обратите, пожалуйста, внимание. Рубен понимал, что если Йосиф останется с братьями, пока они решают, как его убить, убить, не убить, и он начнет с ними вести переговоры. Он начнет плакать. Братья, мы же одна семья. Ну что вы делаете? Ну помилуйте меня. Он начнет с ними вести какие-то переговоры. Но он не будет так сильно молиться Богу, потому что, когда он видит этих братьев, он сфокусируется на переговорах, а не на молитве Богу. Рубен хотел, чтобы Йосиф молился Богу и надеялся только на него, и тогда он спасется. Но с братьями он будет убеждать, он будет с ними общаться, с этим братом так, с другими же там 10 братьев. С каждым нужно найти свой общий язык, как-то поменять ситуацию срочно. И Йосиф не сможет так сильно молиться Богу. А Рубен хотел, ему сказал Бог, спасай брат, а он хотел его спасти. А как его можно спасти, только если Йосиф молится Творцу? А где Йосиф сможет молиться Творцу? Вот в этой яме с дикими животными? Туда давайте бросим его, Йосиф помолится и спасется. Вот стратегия Рубена, и он был прав. Йосиф так и спасся, потому что Йосиф молится. И никакие дикие животные не угрожают Йосифу, потому что его молитва абсолютно сильная. Дорогие друзья, в этой ситуации мы видим, насколько сильная молитва. И если мы будем молиться каждый день, если мы будем молиться правильно, пускай Творец Мироздания поможет нам и ответит на все молитвы, потому что молитва может и должна менять наши судьбы, менять весь мир. Спасибо огромное за внимание.